Приветствую вас. Ну, оборонительная позиция означает, что вы защищаетесь, а защита означает, что у вас где-то есть угроза, где-то есть слабость, где-то есть уязвимость, что, собственно, и обусловливает то, что вы занимаете оборонительную позицию. То есть, оборонительная позиция, защитная позиция сама по себе уже является признаком того, что ваша жена, как бы, на верном пути. Вот. Дальше. Дальше. Вы видите, что раньше где-то как-то могут гладить, где-то промолчать, уйти от конфликта. Вот. И вы считаете, что это решение проблемы, по сути. То есть, мне так несложно предположить, именно предположить, что, возможно, у вас был такой довольно слабый отец, ну, в плане, слабые планы, такой неконфликтный отец. И, соответственно, такая довольно строгая, строгая мама. Вот. Довольно строгая мама, которая, ну, которая подавляла отца, ну, вот. Была таким серым кардиналом, возможным. Вот. И вы, по сути, повторяете. Повторяете, вы позицию своего папы. В этом плане. Вот. В толсты можно выправить, только перестав во всем обменять жену, да? То есть, как бы, дело не в жене. Совершенно не в жене. А дело в том, скорее, как вы себя ведете. Вот в этом дело. То есть, как вы себя ставите. Вот вы говорите, что срывает, да? Срыв. То есть, что такое срыв? Это накопление. Это накопление негатива. Так вот, вы негатив копите, 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 и он прорывается, да? Это нормально, к сожалению. К сожалению, это естественно. Если бы не было по-другому, вы бы заболели уже давно. Вот. Поэтому с женой нужно разговаривать с позиции взрослого. И на позицию ребенка или родителя не переходить. Да? То есть, если я чего-то хочу, например, да? То, соответственно, либо я это получаю, да? Либо, ну, либо нет. Вот. То есть, либо ты мне это даешь. Вот. Либо ты мне это даешь. Либо не даешь, но она, соответственно, может, это твоя ответственность. Вот. Соответственно, если ваша жена обижается на какие-то вещи, вот. Это ее проблема, что она обижается на какие-то вещи. Это ее трудности. Вот. Но не ваши. Вот. И это тоже нужно хорошо, в общем, понимать. Потому что вы сделали, по сути, да? Вы сделали проблемы своей, значит, своей жены, своими. Вот. Вот. Что является главной ошибкой вашей. Потому что проблема жизни, только ее проблема. Вот. Понимаете? Я думаю, что в отношениях вы пытаетесь тянуть себя на себе. Да? То, что надо быть сильным, вы за все отвечаете и так далее. Вот. Это классическая позиция мужчины, может, ну такая, не современная, да, но классическая позиция мужчины. Вот. В общем-то, которая уже устарела, сейчас она не работает, эта позиция, она не является правильной. Вот. И, соответственно, вам нужно, ну, вам нужно менять что-то в своей жизни. Вот. Для начала, для начала, для начала пройдите к вопросу анализа взаимодействия. Вот. Вот. То есть, как я взаимодействую с женой своей. Вот. Как у нас происходит диалог с ней. Вот. Ну, в основном, нужно в основном. Как происходит диалог у нас. И, соответственно, нужно проанализировать ваш взаимодействие, чтобы выстроить конструктивную, безопасную модель. Вот. Поменяетесь вы, поменяется она. Либо вы разойдетесь. Вот. Соответственно, не мешает анализа ее проблем, чтобы посмотреть, почему она стала так себя вести. Вполне возможно, что у нее тоже есть свои сложности какие-то, которые вы, может быть, не учитываете из-за того, что у вас собственная неудовлетворенность имеет место быть. Вот. Но все это, все это нужно исследовать. Все это нужно исследовать. Ага. Почитайте в интернете про треугольник Карпмана. Вот. Я думаю, что это вам будет полезно. Вот. Ну, а ваша жена, она, по сути, играет в игру, мне кажется, в скандал. Вот. Психологически игра в скандал. Тоже можете о ней почитать в интернете. Вот. Значит, целью которой является избежать близости. Вот. И доказать, что, значит, с вами что-то не так. Вот. Ну, все это, по сути, по факту все это происходит из детской игры. У меня лучше. Вот. У меня больше. У меня длиннее. У меня лучше. Там. И т.д. И т.д. У меня больше мороженое. Знаете, как. Нет. Там длиннее палка, да. Вот. У меня там красивее цветочек. Знаете, вот. Такая история. То есть, это все детские игры. На самом деле. Вот. Ну, только вот. Ваша жена, она продолжает до сих пор в эти игры. Вот. В эти игры. Вот. Вы можете про эти игры почитать, чтобы их отслеживать и не вступать в эти игры. Вот. Там это. Все они, как бы, если не вступать в эти игры, знаете, не давать ей возможности играть в игры. Вот. То общение, соответственно, резко поменяет свою направленность. Вот. Вот. Соответственно, вы, с своей стороны, так же, так же играете в игру все из-за тебя. Вот. Как бы, обвиняя жену. Вот это вот она такая. Она вот. Провоцирует. Постоянно. Меня. Хотя, на самом деле, ну, как бы, как бы, может быть, она и провоцирует, да, но реагируете-то вы. Напряжение-то ваше. И это, на самом деле, очень важный момент. Взять личную ответственность. Вот. То есть, пока что я вижу такого ребенка, да, который, с одной стороны, жалуется на жену, да, с другой стороны, как бы, оправдывает перед нами. Это не позиция взрослого у вас. А, соответственно, соответственно, вам, возможно, есть неуверенность какая-то в себе у вас вообще. Вот. И что-то с этим тоже, но тоже можно что-то делать. А, отдельно обратите внимание на то, что... Зина всегда была такой. И вы не... Ммм... Вы не думали... Вы не думали о том... Вы не думали о том... Как... Это обратительно... То есть, вы рассчитывали, что это пройдет. Путем... Путем... Собственного... Подавления. Да? Вот. А, либо... Либо... Ну, путем просто... Окончания. Так сказать. Проблема. Все тоже является детской позицией. Такой, немного. Наивной. Такой. Мифической. Позиции. Вот. Все это, еще раз повторю, можно и нужно как... Корректировать. Все это можно и нужно... Поправлять. Вот. За этим, чтобы вы правильно понимали, да, за этим, стоят ваши желания. То есть, это нормально, что у вас такая позиция. Потому что желание это есть, просто вы их по-другому удовлетворять. Не... Ну... Не умеете, не привыкли. Особенно, если у вас в семье была так, как я сказал, или... по-любому... 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 Ээээ... Семье... Есть перекос, вот, в сторону... Подавление... Своих чувств. Вот. И... Тут... Тут либо... Негласная... Какая-то такая... Лидирующая позиция, как у кого-то из родителей. Либо... Значит... Гласная позиция, авторитарная, возможно. Вот. То есть, тут, конечно, ну... Много нюансов. Вот. Но все где-то оттуда. Вот. Что-то вы, как бы, наивно думали, что... Стерпится, там... Слюбится... И так далее. Вот. Ну, а вот... Не стерпел... Не стерпелось. Да. И не слюбелось. К сожалению. Вот. Неприятно. Да. Надо ли что-то с этим делать? Да. Надо. Вот. Вот. Но, опять же... Вы говорите, выправить крен. Да. Что значит крен выправить? А если ваша жена такая? Если она... Она вот... Ну, просто вот она такая. Вот. Ее не исправить. Не хочет меняться. Например. Что тогда? Делать. Понимаете? Вот. Что... Что в этом случае? Так что вам нужна более четкая цель. Что вы хотите? Лучше жить... Сами. Да? То есть, ну... Более... Полно. Более полной жизни. Вот. Сохранить с ними. Или сделать счастливые дочки. Ну... Могу... Можете еще... Свои цели. Придумать свой запрос. Я не против. Но пока я вижу так. Такую сторону. Пока что. Сохранить с ним. Понятно? А... Надеюсь, что... Помог вам. А... Если у вас... Остались вопросы. Дополнительных. Пишите в личку. Буду рад помочь. А... Безвыходных ситуаций не бывает. Все можно исправить. Все можно... Поправить. Вот. А... Главное, чтобы вы... Хотели работать... А... Над собой. Вот. И... Все. Чтобы вы именно личную ответственность... А... Брали. На себя. За... То, что происходит. Чтобы это не было такого сатана виновата жена. А... Вот. Как бы это... Уже... Опять же. Обвиняющая позиция. А... Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. А... Желаю вам всего самого доброго. И удачи.